Сегодня в Центральном районном суде города Барнаула рассматривают дело о Барракуде. Обвиняют капитана корабля и механика в оказании услуг, не отвечающих требованиям. Напомню, 23 июня 2018 года вечером на рейс вышел корабль Барракуда, и из-за непогоды он врезался в опору моста. Тогда пострадало много людей, в том числе дети. Пострадавшие, кстати, говорят, что их было гораздо больше, чем заявлено в ходе слушания дела. Около 150 человек было на Барракуде. А это правда, что не всем жилетам хватило? Хватило только тем, кто были на внешней, там где лавочки стоят, на самой веранде. Когда ребятишек, стариков загнали всех в буфет, там никому не хватило вообще. Детки были и на руках, и инвалиды были, и что там только не было. Но старики с костылями были, не хватило никому, кто был внутри. И серьезно пострадали? У меня ребенок находится на учете в психиатрической больнице. Семь лет было ей на тот момент. А вы скажите, почему в тот момент решили все-таки продолжить следование? Так это нужно. Почему? Не было задумано никаких умышленных преступлений. Но шторм прогноз был? Нет, шторм прогноза не было. Сегодня прошло первое заседание по этому делу. Изначально его было решено рассматривать в особом порядке, потому что капитан корабля и механик признавали свою вину. Но сейчас, сегодня на заседании, они от вины отказались, и дело было решено перевести в общий порядок. И поэтому сейчас заседание прекратили. Мы будем следить за развитием событий. Дарья Демилер, Николай Шилко. День с толком. День с толком.